Вместе мы – сила! Вместе мы – сила! Залучайся! Залучайся! Присоединяйтесь, скандируют рабочие Минского тракторного завода и предприятия «Атлант». Так в Беларуси началась народная забастовка. Власть не выполнила условия ультиматума, выдвинутого оппозицией. Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что забастует вся страна, если до 25-го числа Александр Лукашенко не откажется от власти, из тюрем не отпустят политзаключенных и не прекратится насилие в отношении участников протестов. Этот же ультиматум – это не какое-то решение Тихановское. Этот ультиматум выставил народ, люди, потому что постоянные запросы – давайте что-то делать, сколько можно, чтобы нас били. Я взяла на себя смелость, взяла на себя возможность его озвучить просто. Ночью истек срок так называемого «народного ультиматума». Утром оппозиционные белорусские телеграм-каналы и независимые СМИ стали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных предприятий. Митинги рабочих прошли на Минском тракторном заводе, Минском электротехническом заводе, Минском заводе колесных тягачей, Беларусь-Калии. Не открылся ряд предприятий малого бизнеса и сферы услуг. Кому-то руководство пригрозило увольнениями. Мы работники РУП производственного объединения «Беларусь нефть», управления промыслово-геофизических работ. Мы против насилия и беззакония, которое творится в стране. И мы присоединяемся к республиканской забастовке. Власти утверждают, что все крупные предприятия работают в обычном режиме. Когда мы говорим слово «забастовка», это, конечно, касается рабочих заводов. Но это не значит, что только они. Это значит, что вся Беларусь должна объединиться. Это такая всебелорусская забастовка. Каждый может внести, даже нельзя сказать свой вклад, каждый может делать все, что он может. Одновременно в ряде белорусских вузов начались сидячие забастовки студентов. Также учащиеся вышли небольшими колоннами на улице Минска, в том числе студенты Белорусского государственного и экономического университетов. В Гродно студенты поддержали сотрудников предприятия «Азот». Там около ста рабочих отказались принимать утреннюю смену. Нескольких задержали. Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая заявила, что учебный процесс в Беларуси не нарушен и идет в штатном режиме. Она отметила, что акции студентов носят точечный характер. «Всех не очистить! Всех не очистить! Всех не очистить!» Забастовка скандировали днем ранее. В воскресенье участники марша народного ультиматума. На улицы белорусских городов вышли десятки тысяч протестующих. В Минске, как отмечает портал Тутбай, протестующих было не менее 100 тысяч. Вновь были жесткие задержания. ОМОН применял спецсредства – светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, по всей стране были задержаны свыше 500 человек. Власти обвиняют их в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Как написала Светлана Тихановская, режим снова показал белорусам, что насилие – это единственное, на что он способен. Вера может!